Это норвежский язык, а это Евгения, переводчик. Учила итальянский, французский, иврит, но особенно запал норвежский. Как выяснилось, да, это судьба. Изучаешь норвежский, становишься немного норвежцем. Евгения учит студентов и переводит книги, особенно любит комиксы. Это быстро и весело. Это биография известного художника Эдварда Мунка. Эта книга получила кучу премий. Они обсуждают картину Крик, очень известную. Сравнивают вот этого персонажа с картиной Крик с норвежским политиком, которого зовут Кора Виллок. Непонятного для россиян политика в русской версии заменили на Волан-де-Морта. Все встало на свои места. Евгения много путешествует и занимается переводом, где придется. Мой офис он вот, поэтому переводить я могу где угодно. Я работала, например, зимой, перед новогодними праздниками, по ночам. И мы устанавливали освещение новогоднее. Французский архитектор, поэтому нужен был перевод. Просто было холодно. Виктория – синхронный переводчик. Мечтала стать дипломатом, но о выборе не жалеет. Переводила политика Марили Пен, парфюмера Киллиана, главного винодела Дом Периньон. Я хотела бы пройти курсы с Амелье, наверное. Очень хочется еще написать что-нибудь вроде словаря или практического пособия для переводчиков по этой теме. Как научиться синхронному переводу? И я так понимаю, что вот это все помогает. Это называется кабина. Но это, конечно, не совсем настоящая кабина. Это именно учебная. А наушники часто мы покупаем собственные, приносим. Обычно мы слушаем одним ухом, а вторым ухом слушаем себя. С коллегами записывает подкаст переводчики в поиске дзена. Занимается пленочной фотографией и танцами. Пока учила испанский, и пока было время, занималась немного фламенко. Студентка Маша совмещает спорт, учебу и переводы. Играет в сборную по баскетболу, переводит норвежские сериалы и учится. Утром ты можешь переводить про каких-то лососевых вшей в рыбах в норвежском. Вечером ты переводишь про нефтянку. А в какой-то момент тебе говорят, у нас тема стоматологии. Мне просто все интересно. Сейчас Маша хочет стать синхронистом. Был феминистский форум. Это было очень сложно, потому что самый первый перевод. После чего я расплакалась. Вероятно, сильно сложно одновременно слушать, говорить и еще думать головой. Пока Маша мечтает улететь работать переводчиком на Шпицберген, пошли искать на карте «Где это?» Яна Почковская, Дима Ерофеев. Новости пятницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова